его самым лучшим смысле смысле окей монета мед сейчас это звание монета мед какой монета мед где он свод на дождь 3 метра давайте поменяем все-таки релик на дождь 3 метра белый плащ а где а мне нету этого характеристикам ну да понятно хотя потому что ну пынки джан он им бы вы реально если он убивает с первого раза и шанс хотя в этом даже если 5 процентный шанс это уже круто а щас ладно как это были сведе неверно что происходит пенку себе удачего забил ну ладно подожимаем на кнопку чур принципе 228 да никита был у него жизнь и кончается нет или это он заново воскрешается может не у них такой непонятных этого все-то и внизу ну да может маги его бахнуть какой-то что-то у меня задрал да я делал локи тот кинжал какой-то бред я фигачи фигачил они что-то как-то ну-ка чё за кинжал то ну-ка чё за кинжал что-то 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 и он готов всех банить из-за этого ну типа шутка такая наверное у него хотя кто его знает а о и уязвимость нежить серьезно хилл гид не помню что ну Так, как он называет, что-то? Раскидки хел. Я сделал сортировку, а теперь вообще не вижу, где этот предмет. Ахер с ним. Я вообще его всех не вижу. Что? А! Он же по времени внедрить. Я думал, он не по времени. Хэ, зелья. И как я должен туда попасть? Я вижу примерно куда я должен идти, но он сюда не прыгнет Или прыгнет? Ваши как? Окей Понятно, значит только физический урон Только хардкор Понял, Люк, это было чудно, что тебе нравится 13-я фенонка? Так, у нас сейчас быстро дойти будет до... Так, красные скорпионы в Валовой пещере Да срать на красных скорпионов, я тебе скажу Вообще срать Да, автотряди их буду хреначи, да и все Срать на них Да 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 Главное не бить Локи Иначе Да Да Все-таки получше Майдан Мэджик Конечно Винерален Игра по сравнению с Майдан Мэджик Это... Вот если сравнивать Майдан Мэджик и Финалку Вашистую То это... Финалка это 10 из 10 А Майдан Мэджик это... Минус 1 из 10 Хотя Каспер с тобой бы все равно не согласился Он считает, что... Майдан Мэджик это лучшая игра Выучи новый Блиц? Это хорошо Восполняет жизнь в группе равна своим жизням Ничего себе Так Получается... Правый Левый Правый Левый Икс Игрек Угу Ром-ром-ху Можно запомнить Левый Немного Это не Угу Не рыл в руку посмотрим посмотрим отчет весело 4 от максимум наверно трипера феникса наварил поясла но стиль же начнет трансляцию почему уходят с портала личное мнение и уход чего пояса ну паруси что ли опять несущий зло коротко ясно а В смысле уходить с СК-2? В смысле? Я же не этот, не Дэн Рус И не Гитман Рано еще уходить с СК-2 Вот потом, да? Я через 10 Заберешься в многочисленной аудитории в лице Каспера и Магнуса только на Твич Да? Ну, слышали легкий звук С помпой настоящим шоу Я не знаю, о чем-то хелло Я, наверное, пропустил этот стрим Что там, как надо уходить с СК-2? Дай-ка, блин, а че, сакушна, что это такая? У меня, короче, не умирают Выжимка нескольких уходов Блин, блоки я забыл Надо тебе поменять меч Ты здесь с этим мечом вообще ничего не сделаешь Только мешаешься Фабино в шоу с СК-2 все равно туда стримит В смысле, он туда стримит? Так, ноги уходят электрик Хелло, как СК-2 ветеран Знает толк Есть рунное клинок, кстати, тоже интересно Так, точно Хелло, скотно Ааааааааааааааааааааак Ладно ладно почти тысячи жизней скоро будет ваш провокация и плюс управлял и переходил на ска 2 сохраняемся все у нас по времени это сегодня почти 11 часов брови уже без ранницы он не стримит на за за все ребят вы готовы вы готовы к этому вечеринке а я все вместе я иду тебя искать и нахожу тебя опять раз два три четыре пять я вижу ваши руки руки и да а все я иду тебя с здесь Я иду тебя искать, я иду тебя искать, не нахожу тебя, где вы, где вы, где вы? Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Продолжение следует... 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 Да? Нужно отвлечь кевку, пока открывает врата. Да, без проблем. Ща мы тебя наваляем, знаешь как? XY не сверх. Пикачу удар молнией. Бензопила. А я... Не дали мне. А я сперепрошу, услышите меня. Саня, открой. Открыли. Ворота открыты. Че происходит? Что-то приближается. А, че-то все умерли. Дракончик какой-то, еще дракончик. Какая энергия. Еще какая-то хрень будет его. Еще. Четыре. Пять. Ва-а-а-а. Шесть. Тера. Не, электрик. Там, короче, никак не доказать. Я сегодня отдал исковое заявление, но я завтра его заберу. Там. Бессмысленно. Там надо было раньше, когда начались проблемы, все это фиксировать. Да там развод, электрик там. Долго объяснять, нет смысла. Короче, я позвонил, когда я... Короче, образно говоря, сменил тариф, мне должны были выдать бонус. Я так понял, мне бонуса не выдали. Я звонил за службу поддержки в тот день, когда мне бонус этого не выдали. Спрашиваю, типа, что за ерунда, почему мне не выдали бонуса? Они такие, да, вот, к сожалению, вам этого бонуса не выдали. Пишите претензию, мы с вами разберемся. Хорошо, я сходил в магазин, написал претензию. Мне потом ответили, и через пару дней пришел ответ. Типа, мы рассмотрели вашу ситуацию, бонус вам был выдан. Типа, извините, побрейтесь. Такой, окей, я, короче, взял там распечатку с этих... С всяких этих сайтов, с МТСов, с прочей хероты. Написал вот исковое заявление, сегодня отнес. И сегодня я еще раз позвонил в службу поддержки, чтобы записать... Уже записать звонок, чтобы было доказательство того, что мне этот бонус не подключали. Потому что первый раз, когда я звонил в службу поддержки, мне сказали, типа, извините, у вас этот бонус не подключен. Хотя он должен был быть подключен. В этот раз я позвонил в службу поддержки, и там, походу, дело какая-то инфа пробежала о том, что я писал претензию, что-то у них дошло, а они такие говорят, хм, а у вас бонус был подключен, типа, ничего не знаем, до свидания. И доказать уже что-то практически невозможно, поэтому я забираю исковое заявление завтра. И смысл что-то... Там, там, там нет смысла реально. Даже если... Это дело возьмут в производство, то это потрачено абсолютно. Абсолютно потрачено. За покупку еще одной интернет-вэшки? Да, типа того. Магнус... В принципе, да. Я говорю, что доказать это практически нереально. Там они всегда могут намошнить все, что угодно. Это бесполезно. Это бесполезно, кроме одного случая. Это мой косяк в том, что я не использовал этот бонус. Скажем так. Если бы я его использовал, он бы мне неожиданно как бы... Оказалось, что они его мне все-таки не подключили, этот бонус. Тогда это был бы уже повод. А я что-то побоялся. Короче, что-то я не знаю. Побоялся, что меня разведут на деньги. На лишние. Там свой человек есть. Но это не мой... Это не наш человек. В другом регионе находится. Там у них свой филиал. Короче, намошнили они там, жулики эти. Хрен, что докажешь сейчас реально. Ну, что ты. Это не самый быстрый. А что-то. По-другому. Что-то случилось. Ну, что-то. Да. Почему-то. Ну, это не называется. И это значит. То-надцатая. Это значит. То-надцатая. С лицом компании ВАУ не поспоришь. Да. Тем более, понимаешь, что проблема. Даже если ты хочешь представить распечатку своего счета, всех этих списаний. Например, ты заказываешь детализацию отчета через сайт или через офис. Они тебе эту распечатку не могут заверить. То есть, это справочная информация. Она не является документом. Эта информация является конфиденциальной. Ее могут запросить только спецслужбы. То есть, у тебя вообще нет никаких возможностей вообще хоть что-то доказать. Хотя, если ты принесешь это в суд, они оценят это. Но это не является таким беспортом. Это не является доказательством. Говно, короче, полное. Честно, друзья, полное говно. Где у меня этот распил? Это справочная информация. Это как, например... Херово знаю даже, как с чем-то сравнить. Короче, просто бумажка по приколу. Чтобы ты смог сам для себя посмотреть, какие там списания у тебя происходили. А так она, то есть, никакой юридической силы в нем нет. Да, берешь отпечатку и идешь ей протирать одно место. К сожалению, это так. Тот человек вегафоне, который версии проиграл, побоялся вращаться. Ну, тоже, да, есть что-то в этом. Опасный, опасный человек. Слушайте, где скан у меня тут странный? Ну-ка, давайте просканируем его. Жизнесоса. Да, кого-нибудь дамажит. Нахренеть, сколько дамажит. В том, в минусах окажешься, еще кредитов идти векуще будет. Да, возможно. Так, смотрите, сейчас опять, да, на one shot, смотрите. One shot. Что-то 10 жизней, и one shot. Я, 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 шатан, такой бред. Жизнесоса. Просто взял, как бы, и one shot, считай. Вадим от вас. Иди, его, идиотизм, короче. Тихто двое, невозможно с ним сражаться. Эдите, hello. Даже не знаю, что сказать. I'm glad to see you again. Так. Вещи. Гораздо проще выиграть дело с каким-нибудь, блин, со сломанным монитором, который ты дал в магазин. Тебе не успели его отремонтировать, ты можешь деньги снять, как бы, выиграть это дело. Очень просто. А совершенно другое. Это мобильная связь, это дебильная связь. Практически нереально. Эдите, я играю в translated version of Final Fantasy. Мобильная связь. Что происходит. Что происходит. Ты не понимаешь эти... Эти странные слова. Так. Мана закончилась. Отлично. А куда идти-то, кстати? Подождите, откуда идти? Подван-1. What the fuck? А как? А как? Я же... Я вышел через одну дверь. А-а-а... Ладно. Are you Russian from watching your stream? Найс. Друзья, знаете, в чем проблема? Я... Зашел через одну дверь. Снова захожу в нее обратно. Оказываюсь в другой локации абсолютно. Замечательно. Как отсюда выйти-то? Как отсюда выйти-то? Что же расизм? Как ты любишь этот игрок? Ну, где я тут добывая шашка такая? Я не знаю, как их убивать. Они такие... Вадим отсюда. Я теперь выйти отсюда не могу. Я не понимаю. Я зашел через дверь и оказался в каком-то странном месте. Я ХЗ. Меня телепортировалось куда-то. Да и финансовая седьмая. Хорошо, что не тринадцатая. Я никогда не играл. Я никогда не играл. Просто выросло... Нормально пошатил... Что случилось? Аспирс... Аспирс... Come... Together... And fly away... Imperial citizens... In... Imperial citizens... Run away... They... Are... They are... So... Scared... When... Not when... Where... They... Where... They... Are... Go... Maybe... Into... Direction... To... Capitan... City of... Empire... Sorry, I'm not good in English... Пытался... Пытался... Перевести... Впервые я пытался перевести с русского на английский... Мы же почти в векторе... Look at that! Конечно... He's... Don't... He is... Electric... У тебя очень хороший английский... Electric... Ээээ... Has... Very good English... He's... Don't give you ban... Ну да... Так себе... Так себе... Даже... На мой английский это так себе... Я думаю тебя все равно понял... Чувствуешь что? Вспышка! Very wrong by... Что ты несешь? Тера, прыгнись Что-то теперь какие-то злые What's going on? Get down! Get down! Эсперс, эсперс Are everywhere Stand up How was it going? Эсперс Эсперс are angry Very wonderful Что значит от этой вибрации? О, Гидман в сети Я теряю управление We are losing Control Эсперс О, НО! Кому Пиксели пошли яркие Может, включить руки вверх? Энтити понравится, наверное Простите кто-нибудь Лентити Знаете, он группа Руки вверх И нравится ли я ему Он группа Отчастливые Этити «Ирунные». Итак, мы You like, do you like, Электрик? Когда ты хочешь спросить, пиши, do you like, not you like. Наверное. Хотя, в принципе, you like тоже можно. Но он тебя понял. Sure, конечно. Все прелести английского языка ты можешь очень херово на нем выражаться, но тебя все равно поймут. Если ты очень херово выражаешься на русском, тебя вообще никто не поймет. Я понял, что он понял. Я думаю, что это легко понять. Я думаю, он опять нет. Итак, Entity, вы хотите слушать одну из этих песен? Со мной надо сдать. Так, он сказал, чтобы я тебя понял. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Что? Чувствуем дух войнов. Чувствуем дух смерти, наверное, а не дух войнов. Он чувствует это. Эдгар... Сабин. Окей. Сабин. 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 Энтити, Энтити, я… Я... У меня есть что-то, чтобы сказать, потому что… Сейчас, друзья, я скажу. Ввов... Сомнитесь, пожалуйста. Я... Энтити. Вы сказали, что вы живете в Филадельфии, я думаю? Если вы живете в Филадельфии на 1 апреля, там будет известный русский групп в Филадельфии на 1 апреля. Если вы хотите, то вы можете поехать в концерт. Я не знаю, что Мишка в водке. Я живу в Филадельфии. Если вы хотите, то вы можете посмотреть. Поехали в концерт. Если вы любите эту музыку, то вы обязательно можете посмотреть. Нет, это популярная группа. Вы можете слушать эту группу сейчас. Сейчас, короче, сагитирую его и идти на руки вверх. Вы любите эту музыку? Я не хочу, чтобы вы не любите эту группу. Руки вверх или руки вверх. Я не хочу, чтобы вы не любите эту группу. Как я не хочу, как я не любит эту группу. Я не хочу, чтобы вы не любите эту группу. Вы можете взять свою маму с вами и посетить этот концерт. This song kind of. Kind of sadly song, so... Maybe next song will be more enjoyable. I don't know. Нет, спасибо Ок Просто sing И это нормально Все что не надо Ему просто прийти на концерт и спеть На-на-на-най Куча ответных мошенников Да ну, какие ответные мошенники Руки вверх Это топовый ответ Ответные мошенники не были в концерте в Америке, я уверен Так он живет в Филадельфии Руки вверх приезжает в Филадельфию 1 апреля Я надеюсь, Карина слушала эту группу Девчонки, я думаю, Карина слушала эту группу Потому что она была очень популярна в России В 19-е годы Да ну, это же Ё, что это? Капитые мошенники, это хрень какая Вы можете спросить Карина Про эту группу Верикан бой Да никто их не слушал Ох, электрика, как некрасиво Капитые мошенники, это хрень какая-то Капитые мошенники, это хрень какая-то НОС Верикан Эти группы Капитые мошенники, это не возможно Капитые мошенники, это не возможно Нужно поговорить в чат времени но ничего не поменялось про мишу бояровского вряд ли такие же веселые такие же радостные но собака не окон карина has to give me something in return only then i will donate what do you want from karina мур-мур но ему понравилось делать ставки собака вот серг пришел мы пытаемся антити заставить сходить на концерт руки вверх в филадельфии я не слышал о том, что я в США и остаюсь с вами Айша Айша Never be mine Устафина, как это Айша Джокер Айша Айша В России Айша Правильно Более Красная Лучше Более Горина Айша В р buck Айша Айша Я тебя Устаем Я тебя Устаем Литающие крабы? Дропы? Да, у меня есть дропы, дропы Дропы, короче Опять нюк додосит Что ж поделать Что ж поделать А вроде прошли Все, чуть-чуть Чуть-чуть дропов Сейчас крошку дослушаем Кущему тату, что ли Я не получаю Я тебя Я не получаю Ты далеко Я не получаю Но я вернусь И у нас сильны Руки вверх Я не получаю Я тебя не получаю Я тебя не получаю Ты далеко и даже не случала Но я грустю Ты узнала Что я далеко Что я далеко от тебя Сейт Патрикс Сейт Патрикс Сейт Патрикс Сейт Патрикс Нет Энтити, эта песня специальна для тебя Да нет Не знаю, кто такой Нет Вряд ли Я не знаю Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ясно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 это нельзя бухать грёбаный вернувшийся да пошёл ты щенок ненавижу мир а щенок не хочешь мира готовься к войне или наоборот хочешь мир готовься войне отстань а ты кто такой типа самый умный что ли здесь стоишь или бессмертно чё такое я не могу поставить на паузу там на дня два по моему осталось еще рям коко коко заказать языка нет это цитата это не цитаты звука это какая-то очень древняя цитата кстати это не звука не звука откуда-то взяли цитаты сама не помню ща о в токане сидит девка я пропустил диалоги потому что время уходит время уходит мать твою чё ты пялишься а то не тонканут тюряга мне опять дропы пошли чё за качество то такое из-за качества я должен платить за дропы дропы на дропе и дрить надо еще им заявление написать исковое чтобы дропов не было шпилька бурь такое качество прям интернетом жуткие дропы хочу все кококококо точка ру many stars вот кока-кон нормально вот кока-кон нормальная фоточка так это и есть старый интернет кубик это есть тот самый старый интернет наступил вечер и импературский праздник начался сейчас-то нормально все это местами дропы пока хилла выигрывает конкурс сюда пожалуйста можете читать меня одним из вернувшихся мтс и так наконец-то мы все собрались за одним словом давайте поднимем тост выпьем за любовь а где выбил за любовь почему нет четвертого варианта надо выпить за любовь смысле игра это где выпьем за любовь so I I have to choose I I can drink for empire for rebels and for on good times I want to drink for love but wow выпьем выпьем за любовь как блестят сейчас твои глаза выпьем за любовь Я хочу выпить за любовь, но здесь нет такого пункта. Выпим за любовь. Drink for love. Для использования яда я посадил кефку в тюрьму. Итак, что мы должны делать с кефкой? Мы можем оставить в письме, убить его и жить. Друзья, я думаю, надо его казнить, да? Все-таки, такой засранец. Я знаю, злодеев надо казнить, короче. Казнить. Да. Я должен казнить, он говорит, хорошо, пускай остается пока в тюрьме. А где Вогика? Я должен казнить. Отвечаю. Отвечаю. Нет его прощения. Казнить его? Поход первый-левый. Селес? Был вашим шпионом. Еще вопросы? Да. Зачем поговорить с солдатами? Некоторые из них не готовы к миру. Хорошо. С вашего разрешения, я буду разговорить на блоге. В эспирах. Еще один вопрос. One more question. What the fuck you started this stupid war? Логотип похож на логотип Дэн Руссо. А, я не знаю. Кстати, логотип Дэн Руссо похож на значок из нового интернет-эксплорера. Когда страница не загружается, там сердечко очень похоже на логотип Дэн Руссо, кстати. Так что, он, скорее всего, оттуда как раз его исцелил. Прямо сейчас, да? Прямо сейчас я хочу, чтобы казнили. Всяли и казнили, прямо сейчас. Я был слиплен в собственном убийстве, но теперь я прозрел. Еще, one more question. Держи, любой. А, давай. Все, если никто их не знает, они разрушат весь мир. Сидячки Дэн Руссо? Нет. Другие... А, ну да. Если ты о тех. Илья Мэгисон. Актер. Потрясающе. А другое в логотипе есть в чатике СК-2. Уже все фото дрался. У меня его и не было. Когда я сперед напали на мою страну, я потерял вам всякое желание воевать. Зачем мне вообще нужна была такая чудовищная сила? Кстати. Хочу спросить мне в первый раз. В любом случае, теперь я жива только беру. Хочу, чтобы вы поняли это. У меня Рутони чат загнулся. Сейчас я его перезапущу. Рутони тоже не очень. Писали что-то, нет? Сейчас коляну в чатике. У него презентация значка. Да, я видел эту презентацию значка. Я тоже открыл. Лучше... Теперь когда мы сломали всю страну, давайте начнем ее восстанавливать. Давай. Это экспорер, который новый в десятке. В десятке в Индии новый экспорер. Там как раз этот значок очень сильно похож на значок Дэн Русса. Общащий Крюрер Тони, ну да. Эта же... Если у кого есть десятка, можете проверить. Момент настал. Применяй гестал. Я хочу, чтобы ты извинился. Щенок. Щенок. В сторону острова полумесяца. Только Терра может разорвать пропасть между людьми и эсперами. Дэн Русса. Нет. 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 Ладно, уговорили. Ладно. Генерал, а лево. Ди каприо, что ли? Представляется, как я обычно ем. Ну да, генерал, а лево. Как все закручено, а? Прям... Если идет Терра, то я иду тоже. Да, все мы идем. Конечно. Сколько времени-то уже, кстати? А, двенадцать часов, да? Уже. Мммм... Пестаны остались здесь. Хелло, нескорбный вопрос. Примерно я пошел по половину игры или нет? Нет. Насводите с тех глаз. Терра и Локи. Куда окончена? Допустим. Торщик близок половине. Да. Рампа с вами теперь не все. Будет. Торщик. Не. 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 За то, что перед праздником успели поговорить с таким большим количеством солдат. Будут озвым искать южного фигера. Чего? И... Окей, ладно. И чё? И чё? Пойда окончена. Вторая фаза двумсвообразна. Чё-то ты, по-моему, не договариваешь его. Вторая фаза какая-то. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Так его казнили, я это делал. Маза-фаза. Тя... Казнить тебя, я же сказал. Казнить его, чё, как этот. Не казните, сейчас он выберется из тюрьмы, потом нам начнёт опять валять. Казнить его. Тя, нет, так что приходится. В смысле прикопался. Правда, герня и было. Какой дурацкий смех. Война, бесконечная война над головой. Тарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарар Круто. Магазин-то будет? Нет. Стрибер, стрибер и так страдает. Стрибер, стрибер и так стрибер и так стрибер. Благословляю, как буду я жить не знаю. Все таки благословляю. И поздравляю, с днём рождения твоём. А где все пачканы? Чё только в твоём пошли? Протовый город. Думаю, о котором стрибер идёт речь. Вот естественно такая подстава мне дадут двух персонажей. Неожиданно. Не больше, не меньше. Два тебе хватит. Самых причём, как бы, никчёмных. По отношению к другим. Которые дамажили там фиг знает как. Не по-детски. И давайте разымнематьEN это плоти. ТАЙ-АТАЙ-АТАЙ-АТАять. ТУТ. ДАЙ-АТАЙ-АТА. Быченко. они о чем она реально ни о чем чем смысл она вообще не очень локи плащи постоянно сливается землю по-моему это не тот город купить я хочу я хочу по крышам бегать может город который вообще справа они там ну хотя внизу щеку это есть рядом с морем не забыть попросить кого-нибудь все честь чего чего да ни о чем тиран счет смысл она не очень на не тащит тащит только сабин остальные вообще не тащит у сабина там тысячи жизней он да 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 Та, та, та Т Tasker Мне бы не силу к-каку Оптайм? Какой Оптайм? Три часа Оптайм я серёга жуков а сейчас усну наверно уже путешествиями по карте я оцениваю его боевые характеристики в частности у сабина не гораздо лучше чем у терры тогда счет тут одна музыка нам не уже нюшка 17 часов поднадоела это тарата тут а тут а тут а тут а тут уже засыпаю под нее обида душе навсегда остается все приветы мои адресаты знают ты далеко-далеко ты в другим остаешься взаимной любви от него не дождешься не страдаешь не дышишь ты останешься с ним а меня не не услышишь он и я никогда не будет что ж тогда прощай родная шутка пора всу может мега дефт посмотрите кто-то бега дефт в руки вверх нормальный сеть бомбок убит ну что начинаешь пусть судьба так решила дорогу к тебе навсегда забывают и хочешь что я как страдаю а теперь я не счет скучаю и голоса тише ты останешься с ним а меня не услышишь татататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататат к правцу бренд можешь подойти на секунду скажи честно ты просто вывязался закрылыми телками верно я нет потому что очень обожаю животных даже овец конечно овцы прелестные твари они красивые да но уже еще какие то есть ты бы трахнул овцу да что у тебя с психикой приятель у тебя больной искаженный взгляд нами ты не понял меня защитник братьев меньше если бы ты был другой овцой ты бы трахнул овцу будь ты другой овцой если так посмотреть будь уверен что трахнул бы я угадал этот ублюдок не с нами он сказал что трахнет овцу тебе с нами не по дороге грязный овцы ел окей и и и и и Продолжение следует... 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 Так, бар это не гостиница. Где гостиница стоит? Хилл, хилл уже ушел. Пожалуйста. Та-та-ра-та-ра-та-ра-тан. Какой интересный момент. Ну что за кинсо-то такое, а? Игра с прошлое кинсо. Пять часов это кинсо. Еще 30 часов это битва непонятная. Музыка неплохая. Отмечу. Она из театра. Та-ра-та. Про этого. возможно немного сомневаюсь в себе я все еще твой друг селись папа швай сюда подойди сюда подойди побежала ну ты локи должен был цветы скинуть сейчас ясно подожди-ка а где они ему приснилось что я лечу все произошло то сейчас как же это все произошло нет Поплыли, аншлаг, давай заводи свой корабль. Аншлаг на Волге. Итак, Владимир Винокур, Юрий Гальцев, Клара Новикова, братья Пономаренко, в морском круизе, в речном. Все системы работают нормально. Мы прибываем завтра утром, почему вам пока не отдохнуть? Да я уже задрал отдыхать, я там отдыхал, здесь отдыхаю. Чё такое-то? Хорош уже отдыхать. О, сейчас опять придёт этот Волг и начнёт песню петь. Ядрить. Ядрить игра. Прям 10-10. Тарарарам-рам. Все в порядке, да? Энни, ай, окей? Ай, окей, Энни? Энни, ай, окей? А что? Что насчёт тебя? Я знал, что ты напоминаешь, что я попробовал эксперименты, но я не мог помешать Кевке, так что я нисколько не выше его. Какая завтра пьянка? Я откуда знаю. Как приеду с работы, так и начнётся пьянка. Я родина от человека, я сперва, могу ли я когда-нибудь кого-нибудь полюбить? Ой, началось, господи, всё. Началось. Даже ты поймёшь, что такое любовь в этом и Санта-Барбара. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Хочется реально поставить заставку Санту-Барбары на данную игру. Да поле чудес, это по первому каналу, Кубик-то чё. Я ж поле чудес больше не провожу. Слышно, о чём сейчас разговаривали. А, есть полный саундтрек. Да, завтра обычный. Угадай-ка, наверное, на следующей неделе будет. Я не собирался послушивать за вами. Я не могу помочь тебе. Ты сама должна найти ответ. Господи. Мыльная опера. В этом мире многие подавляют свои эмоции, как это делаю я. Да ладно, это серьёзно что ли? А чё, Кубик, хочешь Майнкрафт всё-таки добить? Давай пройдём завтра Майнкрафт тогда. Я не знаю. Если ещё осталось время, можем завтра до его до пройти. Без проблем. Ох-ох, кто-то сдох. А, да ладно. А чё произошло? Слушайте, я чё-то... Я чё-то отвлёкся на секунду. Просто нажимаю на кнопку, чё-то произошло. Из индийского кино. Да без проблем. Она чё, утопилась что ли? Я пропустил этот момент, серьёзно. Нет, ну просто там какой-то сражий был в прошлый раз. Я хоза. Я тоже как бы не против пройти бы, но я не знаю. Просто у меня такое ощущение, что у тебя бомбануло в прошлый раз на Майнкрафте, и ты больше в него не заходишь. Я не знаю. Если у тебя не бомбануло, можно продолжить. Можно пройти. Никому не говоришь, что в величайшем мире охотница скроще страдает морской болезнью? А, нет. У него просто бомбит. А, он блеёт. Господи. Ой, да сколько же кинца-то, а? Творки, тень будет во второй. Тень. Чё такое? Эм, я. Вперёд. Куда вперёд-то? Они не доплыли ещё. Ради этого стоило посмотреть кат-сцену, в которой... Ой, господи. Ой, наркомания какая. Всё, приплынет, да? Замечательно. Чрезвычайно затянутая игра. Не когтистый. Я могу карты кидать. А, нет, не то. А, нет, не то. А, нет. Музык Схем 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 17 часов 18 часов И я не достигала даже половину Схем Отказайте мелодию Заберут и заберут Мне в принципе не жалко Я задам 15 рублей Ну да И мне поди весь доход Это со школьного сайта Потому что за 2 урока в неделю Которые я отложу Денег там особо не платят Друзья если слышно так же То я хочу сказать что Стало слышно лучше Нет я за 15 брал Подожди Может за 35 Не помню там были разные цены Может за 35 Потому что я сейчас сделал микрофон Тише чем он был до этого Раньше микрофон был выкручен Вот на такую громкость В целом И мне кажется Я сейчас могу даже Говорить шепотом отсюда Меня будет достаточно Хорошо слышно Да? Я прав? То есть я не могу Я могу не кричать громко На всю квартиру А разговаривать спокойно И далеко от микрофона Нормально слышно? Сейчас Может шипение добавилось Я не знаю История с судом Я норма Это вообще отлично То есть Я могу не Особо не напрягаться А Блин в принципе Потому что ночь на дворе Говорить ишь Замечательно То есть Вообще Вообще прикольно Все таки стало лучше В общем история История следующая Я же Покупал Второй USB модем МТС Чтобы Стремить Больше То есть У меня На старом модеме Было 50 гигов в месяц Купив новый Стало 80 гигов в месяц То есть 50 плюс 30 И По Условиям Акции Если ты покупаешь Новый модем Тебе дают Трафика 100 гигабайт В течение первых суток Использования Я такой Пришел домой Запустил То есть Запустил модем Начал пользоваться Зашел в личный кабинет Посмотреть сколько Ну расход трафика Вообще идет Не идет И потому что я увидел В личном кабинете Я заметил Что у меня Расходуется 30 гигабайт А не 100 То есть Я Я подумал что расходуется Пакет Который мне дали На 2 недели 30 гигабайт Основной пакет А не бонусный Который сотка Ну Я сразу позвонил В службу поддержки МТС Узнать Как бы Типа это нормально Или нет Такая ситуация А У меня же здесь вроде Пукан сгорел В прошлый раз Блин а может Так вот Позвонил я Службу поддержки Узнать Как вообще Трафик считается Почему расходуется У меня другой пакет Не бонусный На что мне отвечает Оператор Тех поддержки Как говорит У вас Типа Эта услуга Не подключена Скорее всего Вам ее не подключили При Продаже Типа я эту услугу У вас ее не вижу И Трафик у вас Идет по Основной опции Которая 30 гигов в месяц Типа Ничем не можем помочь Идите Обращайтесь В магазин Пишите претензию Они решат Этот вопрос Ну я такой Окей Я соответственно Я хотел стримить Думал Я буду стримить В 1920 1080 С битрейтом Там 4000 Думал Вообще качественный стрим будет Я такой блин думал Ну время деньги Сутки уходят Надо Быстрее Решать вопрос Съездим В эту лавочку До нее ехать Полчаса примерно Меньше Минут 20 Доехал Написал претензию Претензию Кстати Когда вы пишете В магазин По какому-либо поводу Типа Товар некачественный Или что-то задаете Вам должны выдать копию И обязательно поставить На нее печать Либо подпись В твоем случае В твоем случае Они мне выдали Они мне выдали Они мне выдали копию Но здесь они не поставили Ни печать Ни роспись Я такой Что за херня Они тебе говорят Ну мы типа только так делаем Ну Я такой Типа окей Ладно Я подумал Потому что они вообще Мою претензию Знаете Выкинут Мысльное ведро И потом не докажешь Что ты ее писал Обязательно должны Поставить На копии претензий Что ее приняли Иначе ты потом ничего Вообще ничего не докажешь Эмм Это все фигня Кстати дропы пошли Сейчас дропы пройдут Продолжу Качество Эмм Это все фигня Через День Через два Мне пришла смс На телефон Да Болеваги чуть-чуть Я их пропустил Я как раз в это время Ничего не говорил Ничего не рассказывал Через два дня Пришло смс На мой телефон По Мои претензии Ответ пришел Но они закончились Пришел ответ Типа Типа Кирилл Павлович Мы рассмотрели вашу претензию Трафик рассчитан корректно Оснований Для там Перерасчета Для возврата денег У нас нет Типа Извините За недопонимание Ну я такой Блин Ну ладно Окей Тут В этот момент У меня бомбануло Я решил написать Все таки претензию Не претензию А Ну Исковое заявление составить И отправить его в суд Потому что Когда Тебе Ответили на претензию И Отказали В том Что ты просил Это повод Обратиться в суд По этому поводу Ну я начал собирать Соответственно Какие то доказательства Того что Мне Не предоставили эту опцию Тут вы знаете в чем была моя ошибка Вот я сейчас понимаю В чем была моя ошибка В тот день Когда я купил этот комплект Даже Несмотря на то Что мне Оператор заявил Что опция у меня Это не подключена Я должен был сидеть И тратить эти 100 гигабайт Если бы они бы закончились На 30 А не на 100 Вот это было бы уже Реальное основание Реальное основание Подавать жалобу в суд Например Или писать претензию Потому что это было бы очевидно А так в тот день Я по моему Потратил 8 гигов Этого трафика И То есть я сейчас не могу С точностью сказать Действительно ли они Не подключили эту опцию Или все таки она была подключена Я сейчас не могу это сказать Никаким образом Я начал собирать доказательства Но все что у меня было Это распечатка Детализации По моему лицевому счету На МТС Но по тому лицевому счету Вообще ничего не ясно Каких Каспер Давай предложи Предложи мне способ Я расскажу Почему этот способ Не прокатит Первый мой косяк Когда я позвонил Первый раз в службу Поддержки Я не записал Телефонный звонок Это бы не было Стопроцентным доказательством Моей правоты Но Это был бы повод усомниться В их честности Как минимум Второе Распечатка звонков Она вообще не имеет Никакой юридической силы Тебе ее никто не может заверить Абсолютно Ты можешь Посидеть с Нотариусом Не знаю Открыть эту Детализацию Распечатку Нет Там вообще ничего не написано Каспер У меня есть эта распечатка Я могу ее показать Даже на стрим Там не написано Там не указано Из какого пакета Тратились эти 30 гигов Вообще трафик Там просто было написано Типа Соединение Там 4G И объем трафика Который был потрачен За сессию Потом снова 4G трафик Там 500 мегабайт было потрачено И Блин дропы пошли опять Ну что за говно то такое Еще раз объясню Если вдруг дропы были В общем В той детализации Ничего не понятно Реально Там не написано из какого пакета Пишут А ты говорил что Ты видел что у тебя Стратится из пакета 30 гигов сделать скрин Каспер Я потом позвонил еще раз В службу поддержки МТС После того как они Ответили на мою претензию Что нет основания Для пересчета Не для возврата средств Я Собственно задал вопрос А почему в личном кабинете Когда я первый раз запустил Модем В личном кабинете Шел трафик из 30 гигабайт А не из 100 На что мне Они ответили мне Типа Эта информация Которая указана Указывается у нас На сайте Это Весь общий суммарный трафик Который вы используете То есть это То что там было написано Из 30 Это как бы ничего не значит То есть там могло быть написано Типа хоть из миллиона То есть это просто Общий объем Который я потребил То есть я вот Потребил 5 гигов В тот первый день Поэтому мне стало 25 Как то они так вот Мне ответили То есть они нашли способ Отмазаться Там Скрин Типа говорят Ну не относятся В смысле хел поехал Нет я не поехал Ну я здесь Я все еще здесь У меня в прошлый раз Огонь поджег В этом здании Я просрал Вчера Ну собственно и вот То есть То есть когда я второй раз Звонил в службу поддержки Я уже записывал звонок Они мне сказали Что типа Я зря паниковал Трафик Они высчит Трафик Несмотря на то что На сайте было написано одно По факту Они типа у себя Рассчитывают по другому 5 в 3 Вчера же Привет Привет электрик Последний способ Какой последний способ Тратить из пакета 30 гигов Сделать один скин Не потратить еще 22 гига Знаешь какой Способ есть Я вот вчера думал над этим Просрать В личном кабинете 30 гигов Получить распечатку Получить сообщение о том что Мой трафик исчерпан И тогда Это реальный повод Сказать Типа ребята А в первый день Трафик у меня считался Из общего пакета А не из стая гигов И вот это Был один способ Доказать Но Если бы я потратил бы Вчера бы все 30 гигов Я бы не мог стримить Потом Твой месяц Не целый месяц А неделю по крайней мере Немного отдохнуть Ахио так все Выходные же завтра Ну да это как вариант Как вариант Но я не стал его делать Не стал его Я просто забрал Опять дропы пошли ядрить Привет братиш Нас не огощай А то улетишь Будешь рамсить Знай свою веру А то за дело Возьмется Валера Да Иск Я могу забрать любой момент Знаешь что Прикол Все Я вернул на помощь кибер Знаешь что прикол Каспер Если ты подал исковое заявление Там проходит некоторое время Как его берут в производство Если это дело взяли в производство И вынесли по нему решение Ты уже не сможешь Подать Снова По этому же поводу Иск в этот суд Ты можешь только обжаловать решение Короче какая то такая хитрая схема Поэтому Что я сделал Что я сделал вчера Что я сделал сегодня Привет братиш Ревенант привет Нас не огощай А то улетишь Будешь рамсить Знай свою веру А то за дело возьмется Валера Пока мое дело не взяли в производство Я сегодня написал заявление О возврате Этого иска То есть Они мне его вернут Дело в производство Не запущено И скорее всего В случае Того что я обнаружу Если мне все таки эту опцию Не предоставили Я буду Наверное Отправлять второй То есть второй раз идти в суд И тогда Тогда мне уже будут пруфы А сейчас у меня пруфов нет И этот трафик Сколько у меня осталось Кстати По моему там 10 гиглов Мы завтра его добьем тогда В Майнкрафте Завтра Майнкрафт будет друзья Вот завтра добьем его И тогда уже посмотрим реально Сколько чего осталось Опять про ментовку и суд Ну криминальные истории какие-то пошли Все равно они Да Каспер Они найдут способ отмазаться Я еще раз тебе говорю Что распечатка это не является 100% доказательством Они могут намошнить абсолютно Все что угодно Опять покачишься Да я покачусь завтра чуть-чуть Так Завтра последний день сервера Майнкрафте Халявного То есть либо все или ничего завтра У меня У меня лимитированный трафик Да К сожалению Поэтому Ревинант Когда у нас будет Версус Я буду В смысле стрима нет Ф5 нажми Ф5 нажми Есть на списках стрима его нет Хорошо перезапущу Никионик привет Сейчас еще раз перезапущу Ядрить Ядрить Ф6 А что еще раз А это который Ракеты Да Помню А с чего он делает Он обычный босс Он в принципе делает все то же самое что на харде Я не уверен что боссы на харде отличаются от боссов на норме Нет, они отличаются, конечно, да. По количеству выстрелов. Но не более того. А может и отличаются. Я не знаю, я не специалист с третьей контре. Я прошёл на норме, и, в принципе, мне этого хватило. Где Тян? Какого нового чувака завезут? Какого чувака завезут? На харде отличается только последний босс. Он появляется. Самый последний босс появляется только на харде. О, чё, я огонь сделал, да? Зачем я огонь сделал? Я просто отвлекаюсь. Я, знаете, на автопилоте играю. Конечно, я огнём пришёл поджечь огонь. Красавчик. Да. Я раздохла. Да чё происходит-то опять? Меня босс убил. Представляете? Кстати, а если мы выйдем из дома, мы можем вернуться обратно? Эти появятся снова, нет? Умение. Когда придёт Тиана, я поставлю песню в руки вверх. Специально для неё. Если придёт, конечно. Да, Ван согласен, Магнус. Да, он там... Да, да, он отличается. Да, возможно. Блин, эти огоньки появляются заново. Хреново. Опять руки вверх. Но я только одну песню поставлю. Я аж немного. Хотел сегодня новый альбом скачать, руки вверх. Который вышел. То ли в пятнадцатом году, то ли в четырнадцатом. Не нашёл. Да, можно контур пройти на харде. Только... Просто... Когда я играл, меня жутко бомбило, и поэтому... Поэтому я не смог на харде. Попробуем с Мони тогда тян. Руки вверх. Это самая классная группа, понимаешь? Руки вверх. Это... Руки вверх. Это бомба. Сейчас, секунду. Хрень на третьем уровне, на стене, на которой Фабино послеваться любит, может по стене по три-два раза два удара делать и... Я не помню, Магнус про контур. Руки вверх. Руки вверх. Огонь. Руки вверх. Даже в Америке выступает. Даже Энтити, который заходил вчера на стрим, сказал, что он пойдёт на концерт. Руки вверх. В Филадельфии. Первого апреля. Я не помню, потому что я на харде не играл на четвёртом боссе. Я только, по-моему... На третьем... На третьем уровне играл. На харде. Дальше, по-моему, я не приходил. Дальше мне надоело. Тебя тут обижает. Я присоединяйся. Я не помню, что на нормане было. На норме в целом... В целом легче на норме. Просто хард, он упорот. Он реально упоротый. Давай, калдуй. Та-та-та-тара-н. Он же рафом. По-братски. Точно появится. Да не, не факт. Да пускай она там на Модобоксе тусуется. Надо, придёт, будет. Чё тебе так... Скучаешь, что ли? Пока натян. Странно. Странно. Какого чувака-то завезут? Какого чувака завезут? Хево? Какого? Гитмана, что ли? Или Дэн Русса? Чувака завезут, говорит. Чувака. Ещё одного любителя ж РПГ? Я... Ей, по-моему, Сезар... Рекламион ты... Канатян, Сезар ты рекламион. Ты говорил про шрамы. Я это помню. Бухта, ты ли это? Привет. Какого чувака-то? А, блин, в игре, что ли, чувака завезут? Так, там... Кого завезут? Деда завезли уже. Кого ещё-то? К чуваку, говорит, завезут скоро. Я... Проигрую. Я думал, реально у чувака завезут. Я тормоз. Я не понял Хево сначала. О чём он? Сейчас всё стало ясно. Вдруг всё ясно стало. А теперь... Кстати, реально я могу теперь особо не кричать. Я поменял по свету Венрагина разъём для микрофона. И теперь мне стало немного проще разговаривать. И теперь не обязательно сидеть у микрофона весь стрим. И это прекрасно. Можно ещё сеточку одеть. Посмотреть, как с ней будет. Ради интереса просто. Ради эксперимента. Я знаю, что сейчас стало срочно чуть хуже, но... Может, нет сильных перепадов. Да, теперь могу сидеть, откинувшись, как... 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 Как не знаю, кто каждый раз, когда здороваются с бухтой, я вспоминаю этот чёртовый сцен с Нагиевым. Самый лучший фильм. Я смотрел самый лучший фильм, но какая сцена с Нагиевым? Да, я смотрел самый лучший фильм. Там только сцена, где Малахов плюс был. Нагиев. А там какая ещё сцена? Или это самый лучший фильм 2? Хрен его знает. Я... Я не помню. Во второй же Димати был, да? Самый лучший фильм. А первый про что? Первая-то не очень была, а вторая лучше. Крейсер мне в бухту. Не, я не помню таких фильмов интереснейших. К сожалению. Крей-крейсер мне в бухту. Магия заканчивается. Ну чё, пойдёшь, что-либо... Смерть найдёшь. Да как ты тут... Я же... Но Электрик тоже прав. Блин. Крейсер мне в бухту. Какая дверь-то, я не помню. Где Вай, наверное? А в правой какой-то меч был. Так он мне, наверное, вряд ли пригодится. Хотя... Нет, там уже огоньки появились. Та-та-та-там-там-там-там-там-тарам. Так... Рандомный огонь, капец. Какал, я боюсь. можно их было не используя нет он говорил вчера что примерно половина скоро будет не я брал вещь на прошлом стремя но я потом сдох подождите-ка вот он морозный меч он у меня есть он он сохранился то есть я умер но уровень который у меня был все вещи они сохранились они перенеслись что-то довольно интересно особенность игры такая умираешь все вещи остаются в других играх тебя перекидывают на экран загрузки а здесь на чекпоинт я прав его я буду страдать что еще я буду делать во второй половине игры все очевидно 6 стримов это финал к уже не помню как она в других играх а ты можешь посмотреть сколько стримов финал к идет в особом названии она идет уже с 6 по моему седьмой стрим уже огонь еще как минимум 7 стримов неизвестно может да может нет может нет а может да а может это все слова чё-то там чё-то там с песня вспомнилось нам послушайте то есть вот да да кое-то Продолжение следует... 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 Продолжение следует...